И сегодня день необычных музыкальных инструментов. Этот праздник отмечают как профессионалы, так и любители музыки, для которых она является источником вдохновения и наслаждения. А еще мастера, которые уверены, что именно музыкальные инструменты открывают ворота в мир духов и затрагивают самые глубокие струны души человека. О необычных творениях ульяновских мастеров Ирина Шмыгова. Автор этого бубна уверен, все инструменты в его мастерской необычные. У каждого свой характер, звук и даже душа. То, что для нас экзотика, для Михаила Масько ремесло. Изготовление необычных инструментов в стиль его жизни. Это увлечение полностью поменяла жизнь мастера. Талантливый инженер-конструктор вдруг ощутил гармонию с природой и увлекся эзотерикой. Я верю в магию, и когда ко мне приходит человек, мне свыше создатель подсказывает, какой инструмент нужен человеку, какого размера, какого звучания, и мы потом его реализуем в реальности. Теперь на его инструментах играют во всем мире. Причем каждый из них говорит на своем неповторимом языке, а еще имеет свою магическую силу. Михаил изготавливает диджериду, калимбы и, конечно, варганы. Самый древний этнический инструмент на Земле. Варган настроен на ноту Фа, считается нотой Земли. Прекрасный варган. Этот чакрафон тоже разработка мастера. Вибрации инструмента успокаивают и расслабляют человека. А так звучит так называемый посох дождя. По сравнению с аналогами, этот инструмент звучит целых 16 минут, что идеально для медитации, уверен мастер. Но главная любовь Михаила – бубны. И необычны они вдвойне. Обод сделан из карбона. И теперь это, можно сказать, вечный инструмент. Кожа, она рано или поздно порвется. А с ободом ничего не произойдет. На нем можно сидеть, он не сломается, не сгниет, никуда не денется. Я даже заявляю, что этому ободу будет тысяча лет, и он будет продолжать работать. Сделать инструменты вечными Михаилу предложил коллега по цеху. У Евгений Сарана балалайки, гитары, скрипки, контрабас – все из карбона. На таких инструментах, говорит мастер, можно играть даже в дождь. Карбоновая гитара дает полный спектр звучания, а у дерева это зависит от породы. Гласные инструменты ульяновского мастера давно положили даже иностранные музыканты. А наши с гордостью играют на них на российской сцене. Бас-балалайку, сделанную Евгением, можно услышать на концерте Ступинской филармонии. В эпоху высоких технологий удивить человека чем-то трудно. Нейросети пишут музыку, 3D-принтер может напечатать гитару. Но людям нужна душа. И она в необычных инструментах. Ирина Шмыгова, Олег Ермолаев и Михаил Державин. Вестия. Ульяновск. 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 Ульяновск.